Вчера появилась информация о заболевании нескольких воспитанников, но сейчас уже выясняется, что отклонения в состоянии здоровья, выявляемые по дополнительным методам обследования, это рентген, ультразвуковое исследование, есть около 20 человек воспитанников на настоящий момент. Вчера появилась такая информация, предположительно, состояние вот этих изменений, они связаны с тем, что у ребят есть признаки, предположительно, инфекции, незаразной, непередаваемой от человека к человеку, которая клинически себя ничем не проявлялась, поэтому эти изменения были выявлены во время профилактического осмотра при обследовании выпускников из училища. Эта ситуация насторожила работников Суворовского училища, и поскольку здесь не исключается инфекционный характер этого заболевания, обследованы будут практически все, всем будет сделана флюорография, кому нужно будет сделано ультразвуковое исследование, также мы обследуем и работников взрослых. Все это будет делаться в плановом режиме в течение ближайших, я думаю, двух недель. На комиссии мы эту ситуацию подробно разобрали, мы пригласили, и руководителя Суворовского училища на противоэпидемическую комиссию пригласила специалистов из Москвы. Если надо, мы привлечем других консультантов к данной ситуации. Состояние всех тех, у кого выявлены изменения в организме, не представляет сейчас угроз для жизни, они чувствуют себя нормально, ни один из них не требует госпитализации. То есть нам надо определиться, как нам помочь дальше, чтобы эта инфекция не распространялась, не вызывала последствия на здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова